За столом сидит она, за столом сидит она, царицей. Служат ей бояре-додворяне, наливают ей заморские вина. Сказка о рыбаке и рыбке Александра Пушкина покорила сердца таганрогских зрителей. Именно с этим спектаклем артисты камерного театра выступили во дворах города. Постановка получилась особенной. Режиссер немного отошел от классической подачи и привнес свое видение в поведение героев сказки. Эта сказка и кукольная, и актерская. То есть есть роли, которые исполняют актеры, но рыбка – это кукла, которая приплывает. И с каждым разом по мере возрастания потребностей, желаний, амбиций, бабки и рыбка меняется. Спектакль получился веселым. Его интересно смотреть и детям, и взрослым. Декорации для постановки сделали актеры театра сами. На самом деле их немного. Только ширма, из-за которой и появляются все герои. Именно поэтому мы с этим спектаклем приезжаем во двор, где мы не можем организовать кулисы, задники, поставить декорации. И вот благодаря этой ширме мы организуем театр такой. «Кот в сапогах» – еще один выездной спектакль и очень любим маленькими зрителями. Актерская игра здесь только на озвучке кукол. Но именно она и задает энергию постановки. А еще это дебютный спектакль Таганрогского камерного театра. Конечно, наверное, как и любому актеру, проще всегда работать самому. Потому что здесь передается энергетика в куклу. И причем, что куклы разные. То есть это и король, и карабас наш, и людоед. Это три разных персонажа. И вот это переключение между ними, оно, конечно, более сложное. Таганрогский камерный театр – это всего восемь профессиональных актеров. И в этом году у них юбилей. 25 лет со дня основания театра. Есть постановки и для детей, и для взрослых. Всего 24 спектакля. И ставят их в основном на сцене молодежного центра. А теперь еще и на улицах города. Проект «Театр в каждый двор». Актеры решили подарить зрителю Таганрога в год театра. Мы дали объявление о том, что мы готовы приехать в любой двор и сыграть бесплатно для детвора и двора спектакль. И люди стали откликаться. Было огромное количество звонков. Естественно, все хотели. От жителей двора ничего не требовалось. Президентский грант театр получил уже второй раз. Это почти 500 тысяч рублей. Для театра, который зарабатывает на себя сам, это большие деньги. Их хватило, чтобы поставить новый спектакль. Закупить аппаратуру и стулья для уличных постановок. Первый год они у нас сидели на деревьях, на детских площадках, где только эти сидели. Ну, конечно, выносили со дворов. Но просто приезжали жители со всего города. Не только те, кто в этом дворе. А люди узнавали и приезжали. То есть очень много было зрителей тоже. Этим летом актеры камерного театра снова порадуют новыми постановками. Становится доброй традицией привозить спектакли во дворы родного города.